Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Игоревич. Рад вас видеть. Уважаемый Сатерин Гургожевич, я очень рад вас видеть. В следующем году мы отмечаем 30-летие нашего основополагающего договора о дружбе, сотрудничестве. Но уже сейчас можно сказать, что за эти годы ситуация в межгосударственных наших отношениях укрепляется, развивается. Достаточно сказать, что в России занимают, уверенно, первое место в торговом обороте Кыргызстана. К сожалению, в прошлом году товарооборот несколько просел в связи с пандемией, известные причины. Но в первом квартале текущего года уже увеличение мы наблюдаем на 6%. Это хорошая тенденция, которую нам нужно сохранить, в том числе используя межправкомиссию, которая работает довольно активно, насколько я представляю. Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство. Одно из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире, спутника ВИИ. В прошлом году были запланированы годы или год России в Кыргызстане и наоборот Кыргызстан в России. Свыше 200 мероприятий у нас было намечено. К сожалению, пандемия не позволила их осуществить. Это самые разные направления, включая молодежные обмены, межвозвиски, контакты и так далее. Но мы обязательно это сделаем по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Кыргызстане. Мы сотрудничаем достаточно активно в международных организациях, среди которых особое место занимает, конечно, сотрудничество в рамках Евразеса. Совсем недавно мы принимали участие в онлайн-встрече руководителей стран-участниц и наблюдателей ОДКБ и некоторые другие организации, в том числе и глобального характера, такие как ООН. Ну и, конечно, уважаемый господин президент, мы внимательно и с большой тревогой смотрели за ситуацией на кыргызской границе. Как вы знаете, совсем недавно у нас в Москве был с визитом президента Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Поэтому все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов. Мы понимаем, что это связано с жизнью конкретных людей. И, прежде всего, и Кыргызстан, и Таджикистан, они думают о людях. Ну, нужно найти такой способ, чтобы решение всех этих вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться и всячески будем потом помогать. Я очень рад вас видеть в России. До прохождения. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Рад вновь встретиться с вами. Выражаю благодарность за приглашение. Мы с вами встречались ровно три месяца назад в Москве. И сегодня имеется хорошая возможность рассмотреть итоги двухстороннего сотрудничества. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на Кыргызско-Таджикской границе. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами, народу Кыргызстана. Россия наш главный союзник и торгово-экономический партнер. Поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня. Еще раз спасибо вам за приглашение и теплый прием. Спасибо.